Умоляю вас, никогда не рассуждайте о теореме Доделя до изучения доказательств. Как определяется понятие истинности. Вот я бы сказал так. Потому что это пример бесконечного утверждения. Друзья, Маткульт, привет! У нас мой учитель в школе 57 Шейн, Александр Ханевич Шейн. Привет. Но я не высказывание своих учеников по всем вопросам. Да, но по математике... По математике я даже в большей степени готов. Готов нести ответственность. Я прошу прощения, что Саша решил выступать в наморднике. Вы что, собак не видели? Это все нормально, потому что я считаю, что у нас свобода, как бы кто хочет, может носить маски даже прямо перед экраном. Вот так вот. Так что у нас тема сегодняшнего нашего разговора теорема Доделя. Она бывает о полноте и о неполноте. Ну, бывает еще и про теорию множеств. На самом деле Додель, видимо, был самым замечательным логиком в 20 веке. И он более или менее во всех областях оставил свои следы. Нет, даже он пытался доказать существование Бога, но это отдельный пункт. Тут я ничего не понимаю. Но самые две известные его теоремы, они так и называются. Теорема о полноте, значит, и о теореме о неполноте. Полнота, она говорит, если на уровне философов, что всякую истину можно доказать. А не полнота. Наоборот. Соответственно, наоборот. Что не всякую истину можно доказать. Отлично. Ну и как вы догадываетесь, они друг другу не противоречат. А не противоречат они потому, что вот слова истина имеется в виду не вообще истина так, а истина определенного типа, определенного класса. И значит, ну и средства доказательства тоже можно обсуждать. Но главное, что вот... Там какую, о чем там... Но вот на уровне философов больше, я думаю, ничего полезного сказать нельзя. Да, поэтому давай поговорим о математической полностью вот всей формулировке, да, от начала и до конца. Ну, не то чтобы от начала, понятно, что мы предполагаем какие-то знания, но давай так, вот ты мне ее... Цель такая, чтобы я ее сейчас понял в общих чертах. Ну, а что... И вместе со мной, соответственно, поймут и наши слушатели, по крайней мере. А может быть, я пойму. Хорошо, значит, есть две вещи, полнота и неполнота. Это, в принципе, вещи совершенно разные, независимые, можно обсуждать их отдельно. Но, значит, и то, и другое, конечно, все-таки полностью технически объяснить сложно, потому что тут все разные надо определения, там то и сё. Но что-то, какие-то примеры продемонстрировать можно. Но, соответственно, надо выбрать, про что мы хотим, про полноту или про неполноту. Ну, если здесь нет какого-то порядка строгого, тогда про неполноту, потому что она в каком-то смысле более такая скандальная, что ли, да? Поэтому про нее и будем говорить. То есть теорема Геоделя о неполноте известно, ну, более-менее всем, кто хоть чуть-чуть... Вот эти три слова известны всем, кто хоть чуть-чуть там связан с математикой. Теорема Геоделя о полноте уже многие даже не знают, что она существует. Нет, но это могло быть аргументом, чтобы разобрать теорему о полноте. Но нет, но хозяин барин. Ну, давай начнем с неполноты, а потом, может быть, и до полноты дойдем. Да, ну, давайте тогда... Сейчас, давай я тогда скажу на следующем уровне, как она выглядит. Что множество арифметических истин неперечислимо. Так... Значит, сейчас я попытаюсь объяснить, что означают вот эти отдельные... Все три слова. Ну, множество это я уж не буду объяснять. Ну, понятно. Что такое арифметические истины? То есть, есть... Ну, в математике есть разные утверждения. Есть там утверждения, я не знаю, континуум гипотезы. Вот она не является арифметической. То есть, вот есть арифметическая, это если мы говорим только о чем-то конечном объектах. То есть, скажем, ну, мы можем говорить, что чего-то там бесконечно много или там что-то, но мы не говорим там о действительных числах, о множествах. А вот, скажем, ну, какие примеры? Теорема Ферма это арифметическая истина. Сейчас, вот про конечные объекты чуть-чуть подробнее надо. Теорема Ферма означает, что нет ни одной тройки x, y, z положительных целых чисел, что x в n плюс y в n равно z в n и n больше 2. Вопрос такой, n тоже положительная, целая и больше 2. Значит, вот это же как бы, ну, проверка это утверждение бесконечная. Нет, проверка бесконечная. Нет, если бы истины были только те, которые можно проверить прямо вот да или нет, тогда бы не было вообще, так сказать, проблем. А вот что имеется в виду про конечные объекты? Имеется в виду, что все, о чем мы говорим, все само по себе конечно. Вот то, что там чего-то бесконечно много, это пожалуйста. Ну, как это, как это, ну, здесь вообще этого нету. Здесь говорят, что там не существует таких x, y и z. Да, вот конечно, что здесь конечно? Все, x, y, z и n. Длина просто этой фразы? Нет, нет, фраза и континуум гипотезы тоже конечно, что не существует множество промежуточной мощности. А, тогда что? Но важно, что здесь x и y, это совершенно конструктивные объекты. Ну, вот тут нет ничего, кроме натуральных чисел и там слов, там, я не знаю, там, конечных графов. Мне тогда нужен пример чего-то бесконечного, чтобы сравнить и понять. Пожалуйста, бесконечный, бесконечный. Хорошо, вот давай я объясню, есть такая теорема Рамсея. Да. Значит, ну, когда начинают школьников объяснять теорема Рамсея, то даже есть мел разных цветов. Да, 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 да. Что если имеется шесть товарищей. Ну, конечно, да, я могу ее продолжить. Да, давай. Тогда, либо мы найдем три. И каждый из них двое. Ну, тут есть какие-то, да, значит, есть какие-то ребра, да, то есть, некоторое количество ребер есть. То есть, есть шесть точек, вершин, и некоторые из них соединены ребрами. Вот это розовое, это не ребро, это та. Это не ребро, это щасово. Значит, вот есть какие-то ребра. Ну, давай я нарисую какую-нибудь ситуацию. Вот, например, вот такая ситуация у меня, да. Значит, это граф с шестью вершинами, ну и раз, два, три. Сейчас. Раз, два, три, четыре, пять. Да. И утверждается, кстати, да, я нарисовал достаточно неочевидную картинку, утверждается, что либо найдется три вершины, в которых нет ни одного ребра между ними, вообще ни одного, либо найдется три вершины, между которыми, наоборот, все ребра есть. То есть, либо есть пустой подряд, либо есть полный подряд. Но я уже вижу, на самом деле, вот, очень легко здесь увидеть пустой, вот здесь. Эти две не соединены, эти две не соединены, эти две не соединены. Ну, тут много даже, вот, и этот тоже годится. Этот, да. А, нет, это ребро. Есть, есть серебро, да. Верхний не годится. Вот этот годится, я вот, сходу я не вижу еще какие-то, которые годятся. А, нет, вот эти три годятся. Но, видно, что, по крайней мере, здесь проще найти именно пустой. Но, если бы ребер было много, то, как бы, проще было бы найти полный, наоборот. То есть, три, которые образовывали бы треугольник. То есть, если я, например, вот, скажем, вот это ребро добавлю, да, то вот это вот уже не получится выделить. Но тогда получится выделить вот эти три, которые, наоборот, образуют полный подграф. И утверждение, значит, состоит в том, что для любых шести человек либо такой треугольник есть, либо пустой треугольник есть. Но это такое простое очень утверждение, которое там я докажу за три минуты. Да, но, кстати, чтобы все-таки было понятно, что это не совсем тривиально. Например, если у нас не шесть вершин, а пять только, то тогда это уже неверно. Потому что это самое. Просто многоугольник, пятиугольник. Значит, если у нас не шесть вершин, а пять, то можно нарисовать пентаграмм. Можно и так. Граф тот же самый абсолютно. Да, да. Это самое. Здесь нет ни трех таких, ни трех таких. Ни трех пустых, ни трех полных. Да. А шесть уже достаточно. Да. Вот эта теорема Рамсея, это вполне себе арифметическая истина. Да, вроде как. Но на самом деле она, так сказать, такого типа, что ее всегда можно проверить, потому что графов в конечное число можно все перебрать. Так. Теперь я приведу пример наоборот с другой стороны. Бесконечные теоремы Рамсея. Так. Что если у нас имеется бесконечное множество точек, и каждый из них тоже, как и раньше, соединены линии или не соединены линии. Если бесконечно много точек. Так. Бесконечно много. Число вершин. Людей. Ну, например, можно считать, что вершины это просто натуральные числа. Там 1, 2, 3. И мы соединяем их линии, если они там, я не знаю, сумма делится на 8 или еще чего-нибудь. Ну да. Какое-то свойство. На 8 это тривиально, но вообще какой-то есть свой совершенно произвольный. Так. Тогда утверждается, что можно часть вершин выбросить и оставить бесконечный подграф, то что называется. Да. Оставить некоторые вершины, между ними ребра, ну где есть, то есть, а где нет, то нет. То существует бесконечный подграф. Да. Который, ну вот как здесь, либо полный, то есть есть все ребра. Ух ты. Или пустой. О-о-о. Я думал, будет утверждение, что существует подграф любого размера с этими свойствами. Это подожди, это мы еще тоже обсудим, если хочешь. Но пока что теорема такая, что если имеется бесконечный граф, то у него есть либо полный подграф, либо пустой подграф. Ну то есть, как бы здесь было 6,3. Ну да. А здесь, условно говоря, там бесконечность и бесконечность. Ну и что, она что, может быть верна или не верна, да? Нет, значит, без относительных теорем и йода, это вообще верные утверждения. А это прям даже верные утверждения. А что, ну, человек, выпивавший с Разгородским, не может этого не знать, по-моему. Как это доказывается? Ну так же, как и здесь. Рассмотрим какую-то вершину одну. А, ну и начинаем, да? Она либо, посмотрим на все ребра, которые из нее ведут. Либо с бесконечностью. Либо она соединена с конечным числом ребер, а тогда она не соединена с бесконечным числом. Да, да. Либо она соединена с бесконечным числом ребер. В любом случае, оставляем вершину 1 и оставляем вот эти все ребра. Бесконечные, которые либо так, либо так. Ну, у нас получается новый граф, в котором уже не все вершины есть, но который обладает таким замечательным свойством. А, сейчас за шагом удачи просто это можно проводить. Ну, так сказать, тут тоже, подожди. Вот у нас имеется вершина 1 и известно, что вот все вот эти ребра одинаковые. Либо они все есть, либо все нет. Одинакового цвета. Ну, одинакового цвета, если они, скажем, бывают отсутствующие, присутствующие, как красные и синие, или там белые и черные. То, значит, она, вот все вот эти ребра одинаковые. Так. Дальше мы берем вторую вершину и тоже можем выкинуть часть из оставшихся. Ну, вот она либо соединена с этими, с третьей, с четвертой, с пятой и так далее, либо не соединена. И если выкинуть оставшиеся, можно считать вот эти все одинаковыми. Ну, например, считать, что вот всех вот этих нет. То есть вершина 1 соединена со следующими, вершина 2 не соединена со следующими. То есть мы не можем гарантировать, что, например, здесь могут быть соединения. Но если соединений и бесконечное число нет, то тогда, значит, есть наоборот не соединенные в бесконечном числе. Ну, то же самое, пока у нас хватит цвета мела, можно сделать с вершиной 3. Да, да. И они все одинаковые. А вот дальше-то что? Дальше мы смотрим на все вершины. Они двух типов. Некоторые соединены со всеми последующими, а некоторые нет. А некоторые не соединены. Спрашивается, что же нам делать? Надо посмотреть, каким бесконечное число. Если тех, которые соединены со следующими, бесконечное число, то их можно оставить. А если тех, которые не соединены к бесконечным числу, то их надо оставить. Ааа, потому что… Но это уже просто, если в множестве, либо бесконечном множестве, есть там… Да, да, да. Такие сети, то либо таких, либо… Да, это такое, да. Это и утверждение, зуб сломить, понять. И доказательство, оказывается, проще, чем самоутверждение, по сути. Ну, нет. Это как бы самый простой случай теоремы Рамсея еще. Там иногда вершины раскачивают в три цвета. Иногда берут не ребра, а гипер ребра. То есть тройки вершин. В общем, там много. Это целая наука, потому что это reverse mathematics. И там есть специалисты в этой области. Но это вот… Нас сейчас это интересует, потому что это пример бесконечного утверждения. В нем в самом начале речь о бесконечных множествах. Ну и, соответственно, в доказательстве тоже упоминается бесконечная множество. Можно говорить про бесконечные множества, а только про конечные. Но можно говорить, что для любого там… Да, да, да. Вот это я… Ссылка может быть. Нет, вот я хотел сказать вот такой пограничный случай. Значит, в чем состоит промежуточное утверждение? Это как бы конечное утверждение, которое на самом деле есть эквивалентно бесконечной теореме Мерамсея. А оно формулируется так, что для всякого… всякого Н существует такое М, ну, целого больше единицы существует, целое М больше единицы, что в любом графе из М вершин… Либо существует полный подграф на Н… Ну, я сказал бы, есть Н одноцветный. Да. То есть вот то, что у нас было в начале, это была теорема… При Н равняется 3, можно взять М равняется 6. Но это общее утверждение, что если мы захотим, например, брать подграф не из трех вершин, а из 33, то можно найти свое там, может быть там… Там на самом деле они очень быстро растут. Найти такой размер графа, начиная с которого обязательно есть 33 одноцветных подграф. Вот это утверждение конечное, несмотря на то, что здесь идет речь о… В принципе, его нельзя проверить. Оно идет речь о числах, которых бесконечно много. Но само по себе, вот все переменные сюда входящие, это они говорят о конечных объектах. Это пример арифметического утверждения. Ну вот, соответственно, на таком простом уровне… Вот пример как бы… Граница проходит вот здесь… А замечательным образом… Любого бесконечного подмножества уже все. Значит, это не конечное утверждение. Да. И дано тут уже бесконечное. Как бы граф для любой пары натуральных чисел есть что-то. Это бесконечный объект. Но вот интересно, что здесь как бы эти утверждения эквивалентны, если на самом деле можно проверить. Но это конечное, это бесконечное. То есть бесконечное… Конечность утверждения относится к его формулировке. Там, скажем, какая-нибудь гипотеза близнецов. Хотя она говорит, что существует бесконечно много чисел. Она конечная. Потому что она говорит, что для любого n существуют такие p1 и p2 больше n. Ну такие, что они там простые, отличаются на два. Но вот тут нет как бы ничего, а множество… То есть разрешаются знаки существования и для любого? Разрешаются всякие арифметические действия неравенства и буквы? Да. Буквы, сложения, умножения. Ну это понятно, арифметические действия и неравенства. Ну можно на самом деле разрешить конечное множество натуральных чисел. Это уже не существенно. Можно разрешить слова из нулей и единиц. Можно разрешить программы, графы конечные. Можно разрешить, я не знаю, там конечные группы. Любое. Только чтобы не было бы ничего бесконечного. Прямой отсылкой к бесконечности. Вот это вот, значит, не арифметическая истина. Собственно говоря, для теоремы Гёдали это даже как бы негативный факт. Что даже если мы ограничиваемся арифметическими истинами, то уже множество будет неперечислимо. Неперечислимо. Это означает, что нет алгоритма, который бы выдал на каждом шаге. То есть нет конечного текста, да, при следовании инструкциям которого будет, значит, на каждом шаге будет выдана некоторая очередная арифметическая истина. Да, значит, нет такой программы, которая будучи запущенная, ну там никогда не останавливается и все время печатает арифм только истины. Ну как в этом американском, что клянусь говорить только правду и всю правду. И всю правду, да. Кстати, как заметил мой учитель Успенский, по-русски это неправильно переводит. Потому что он обычно говорит только правду, а ничего подобного, да? Да, на самом деле и всю правду, да. Значит, то есть только, и никаких других, нет такого, например, первое написано, первое, какая-то истина, второе, чушь, абракадабра, третье, какая-то еще истина. Тогда это легко, потому что можно просто все писать подряд, часть из них будет истина, а часть из них нет. А, то есть это не бессмысленно, нужно, чтобы именно они и только они были. Да, ну и здесь, нужно писать только истины и все истины. И вот этого нету. Вот такой, не может быть такой программы, которая, которая это делает. Так, тогда я спрошу тебя, что значит арифметическая истина? Ну, как бы на уровне вот этого, точнее, я не понимаю, что это верно. Что-то, что верно, да? Ну, вот мы теперь знаем, что это арифметическая истина. Да, кто определяет истины или нет? Ну, здесь Уайлз, да? Да. Здесь Рамсей, да? Ну, нет, все-таки, тут есть два вопроса. Кто выяснил про данный объект, что он истинный, а второе, что интересовался Понтий Пилат, но Христос не смог ему ответить. Как определяется понятие истинности? Это значит, но тут мы углубляемся в отдельную, в отдельную тему, что для того, чтобы определить истинность, мы должны рассуждать теории, в которой есть бесконечные объекты. Я боюсь, что лучше в это не вдаваться, а второй пункт можно заменить, есть вариант, есть синтаксический вариант. Синтаксический вариант такой, что это должна, вместо того, чтобы все истины, мы говорим, что для любого Х, либо Х, либо не Х порождается вот этим процессом. Закон Аристотеля, это как бы здесь. Вот это мы заменим тем, что здесь не порождается одновременно Х и не Х. Закон Аристотеля вообще, но он скорее действительно как бы, это правильно говоришь. Здесь это просто как бы такое минимальное требование к непротиворечивости, потому что если машина говорит сначала одно, а потом отрицание этого, то явно она, так сказать, не претендует ни на что. А это называется, значит, непротиворечивость, это называется полнота. Вот они одновременно невозможны. Хорошо, давайте после перерыва я пытаюсь повторить, и вот мы уже стерли все написанное, значит, я попытаюсь повторить, какие пункты важно осознать. Да, подожди, пока только устно повторяем, потому что это должно высохнуть. Ну хорошо. Во-первых, что такое перечислимое множество? Это такое множество, все элементы которого выдаются какой-то программой. То есть программа не останавливается, и она начинает печатать. Там вот напечатала строку, напечатала еще строку, напечатала еще строку. Вот все строки, которые она напечатала, образуют вот это множество. И множество, которое таким образом можно получить, называется перечислимым. Ну, например, вот можно, не доказывая теорему Ферма, понять, почему множество тех показателей степени n, для которых она не верна, но их на самом деле нету, но почему это множество перечислимо. Вот можешь ли понять? Ты не знаешь доказательства теоремы Ферма. Не знаю, пока нет. Но ты хочешь написать программу, чтобы она печатала по строкам все показатели n, для которых теорема Ферма не верна. Как она должна действовать? Ну, она должна просто проверять подряд и все. Она проверяет все четверки, x, y, z, n в каком-то порядке. Как только обнаруживается четверка, когда теорема Ферма нарушается, она это n печатает. Только единственное, что она же уже при n равно 3 будет проверять бесконечное время. Она никогда не останавливается, но, естественно, она в принципе должна печатать все n. Она не должна сначала проверять при n равно 3, а потом при n равном 4. Можно написать, вот она постепенно повышает x, y, z и n, время от времени выдает некоторые n, при которых обнаружены… Но не обязательно, что 3, а потом 5, а потом… Не обязательно. Может, сначала будет какое-то большое, а потом… Просто из программы после этого будет высшение, и наикольшее она проверять никогда не будет. Ну, ты можешь спросить Мишу, узнать, что такую программу можно написать. Ну, это примерно понятно же. Ну, да, примерно понятно, да. И, кроме того, важно, чтобы… Ну, если мы хотим, чтобы она печатала их по одному разу, то можно хранить список уже напечатанных и не печатать еще раз. Ну, да, да. Формально это не требуется по определению. Значит… А, не требуется… Ну, это, поскольку это всегда можно добиться, то это не требуется. Значит, перечислимое множество… Так, кажется, уже можно написать. Вот я на той небольшой части… Нет, да ты уже проходи и пиши, потому что сейчас досохнет все. Значит, перечислимое множество – это множество, это, как бы, так сказать, вывод. Вывод… Ну, поскольку он никогда не останавливается, может быть, программисты бы сказали, что это не программа, а процесс алгоритмический. Что имеется процесс, который никогда не останавливается и время от времени что-то выдает, как они говорят, на стандартный выход. И вот то, что появляется на стандартном выходе, по определению образует перечислимое множество. И то, что можно таким образом получить, это и называется перечислимым множеством. Соответственно, вот теорема Гёделя о неполноте, которой я уже… Множество арифмических истин таким не является. Не существует программы… Которая бы печатала только все истинные утверждения и только их. Так, а скажи мне такую вещь, как это связано с такой, знаешь, дворовой формулировкой теоремы Гёделя о том, что существует утверждение, которое верно, но недоказуемо? Конечно, значит… Можно, да, прояснить эту связь? Да, значит, дальше отсюда следует… Ну, значит, то, что сейчас я скажу, будет правильным рассуждением, но, конечно, в нем будут некоторые не очень понятные места, потому что… Что такое верное утверждение? Отсюда следует, что есть верное… Ну, давайте, если я говорю истинное, то пусть… Истинное… Недоказуемое… Ну, в самом деле… Представим себе… Пусть нет… Тогда… Значит… Ну, тогда истинные совпадают с доказуемыми. Теперь, а что такое доказуемое? Что такое истинное? Тут мы уже как бы согласились, что мы этого не понимаем. А что такое доказуемое? Есть некоторые как бы правила доказательства, принятые там в формальной арифметике или там… Выводы, да? Доказуемое имеется в виду невыводимое по формальным правилам. Ну, типа там, если из А следует Б и А верно, то Б… Да. Ну и тогда… Есть там аксиома. Есть некоторые, да. Аксиомы – это просто некоторые строки, которые объявлены аксиомами. Есть некоторые правила, как из одних строк, уже принятых, как доказанные, получить другую строк. А индукция – это тоже, да, формулируется? Индукция – это некоторая серия аксиом. То есть там бесконечно много, но они все получаются по единой схеме, схемы индукции. Ну, правильно, тогда, значит, все более-менее понятно. Что если у нас есть формальные правила, мы можем порождать все доказательства. А именно, мы перебираем просто все последовательности символов и отбираем из них те, которые соответствуют формальным правилам. Так. Ну, если мы можем порождать все доказательства, то есть те, которые удовлетворяют этим формальным правилам, то мы можем порождать все доказуемые формулы. А, то есть множество доказуемых формул, доказуемых истин, на самом деле, перечислимо. Множество доказуемых формул всегда перечислимо. Ну, истин, да? Ну, это отдельный вопрос, будут ли доказуемые истины. Даже если доказуемые, почему-то у нас система доказательства плохая и доказуемые ложные, то все равно доказуемых перечислимо множество по этим тривиальным причинам. Нормально мы считаем, что все доказуемые истины. Ну, да. Есть истинные утверждения, которые доказуемы, и такие утверждения могут быть перечислены. То есть вот у нас есть все утверждения? Да. Вот они делятся на две в некотором смысле даже равные половины истинные и ложные, потому что если утверждение а истинно, то там не а ложный и наоборот. Дальше у нас есть доказуемые утверждения. Вот они, будем считать, что они все истинные. Но вот это множество обязательно перечислимо. Да, вот пожалуйста. Если мы уже боремся, кстати, за симметрию, то можно помимо доказуемых рассмотреть опровержимые. Опровержимые, это значит, что отрицание не а, но доказуемое. Вот они будут все ложные и они будут образовывать часть этих. Теперь говорится, что если вот это перечислимо, а истинные нет, ну отсюда в частности следует, что это не совпадает с этим. Значит, есть какое-то утверждение вот здесь. Да, так, ну и, ага, значит, сейчас я попытаюсь задать вопрос, сейчас я попытаюсь задать вопрос, так, значит, невыводимые по правилам. Ну, я могу сказать так же, ну тут есть как бы две дальнейшие темы, которые можно обсуждать. Ну да, да, что можно делать. Первая тема такая, что, а что это вот вы говорите про истинность, что такое истинность, что есть истина, это мы не знаем, не доказали и все такое. Вот как от всего этого избавиться от упоминания истины, как сделать это утверждение чисто синтаксическим. Это вот то, что сделал Гёдель, ну с чего как бы он даже начинал. А этот он тоже, да, сделал? Ну нет, но все это вот теорема о неполноте Гёделя, да. Ну, и вот все это понимание, что такое перечисленное множество, это скорее там уже его последователи сделали, но, ну и другие разные люди одновременно, но вот это все как бы теорема Йоделя неполноте. А второе, почему вот это объяснить неформально, почему вот множество арифметических истин неперечислимо? Ну, объясни, наверное, неформально, потому что, ну что такое арифметическое истин, понятно, вот теорема орифметическая истина. Легко. Рамсей тоже, ну то есть как бы может быть действительно доказать, ну вот как-то так вот на таком уровне взять, доказать. Это, это, начнем здесь, да? Да, я думаю, что даже хватит этой части. И потом у меня будет вопрос про теорему Гудстейна, про которую сейчас у нас вот конкретно сейчас идет как раз мини-курс Николая Казимирова. Да, я к своему студию не посмотрел, поэтому я не могу осмысленно комментировать. И это и есть то самое утверждение, на самом деле, которое недоказуемо, да, истинно и недоказуемо? Да, одно из, в некотором смысле да. Но давай я объясню, почему это так. Первый шаг, что утверждение о неостановке. Об остановке. Да, кстати, вот тут вещь, которую я не сказал, о которой я в перерыве сказал, что когда мы говорим о утверждениях, мы, конечно, не имеем в виду, что утверждение, что я не знаю, там, х больше у. Это утверждение, оно не истинно, не доказуемо, не доказуемо, не ложное. Оно парометрическое. Да, это как бы то, что товарищи ученые называют высказывательная форма. Формула. Форма. Форма, да. Ну, там это называется формула тоже, но такие философы говорят, что это не высказывание, а высказывательная форма, потому что в ней есть переменные, от истинности которых зависит ее истина. От значения которых зависит истина. От значений, извиняюсь, от значений. То есть, вот это, конечно, вот этого всего нету, то есть, мы считаем, что утверждения, как называется, там, замкнутые, то есть, они как будут либо да, либо нет, так сказать, не то, что там… Ну, то есть, любая буквка должна входить вместе со значком для любого и… Да. Нет, то есть, скажем, я сказать, утверждение, что там, Вася придурок, оно не замкнутое, потому что, ну, если Вася не является константой, так сказать, ну, это как бы много таких, Вась много. Да. А утверждение, что там, все Вася придурки или среди них есть один придурок, это уже замкнутое утверждение. Ага. То есть, но, вот первое, что я хотел сказать, значит, я отвлекся, но первое, что я хотел сказать, что утверждение об отстановке программ… Значит, программа – это конечный объект, это строка символа. Так. Значит, соответственно, можно спросить, останавливается ли она, будучи запущенной. Да. Значит, утверждение об отстановке программы – это арифметическое утверждение, но оно может быть истинно или ложно, она программа может остановиться или нет а на но для каждой программы утверждение ее остановки есть арифметическое утверждение конкретная программа по да есть программа вот я принес программ но смотри давай приведу пример одной программы до программа ищет опровержение гипотеза колоса да она включает число и его либо делить на два либо либо умножает на 3 добавляет 1 и соответственно она не останавливается если какое-то число уже пришло цикл 124 то оно следующее число берет да и вот утверждение об установке программы она имея она пройдет серьезный свет на гипотеза колос она не эквивалентно ей нет тут все-таки некоторые чего она начинает какого числа с единицы 124 мы исключаем и дальше все которые для каждого н есть утверждение об остановке программы начинающейся с н нет а я имею ввиду что общая программа что она берет и все подряд перечисляет просто вот для для но когда она должна остановиться она делает следующее она просто вот это все делает и если если очередное число упало в 124 переходит к следующему ну хорошо но otras никогда не останавливает неизвестно нет а чтобы она могла бы остановиться а нет она она никогда не слева с тем вот это это общее hyvä жжение я хотел что сказать что для каждого конкретного натурального и да есть утверждение об остановке программы которыеên сделал это видеть это уже просто что это это арифметическое утверждения безусловно есть другое арифметическое утверждение что для всякого n вот эта программа остановится. А, ну вот это и есть гипотеза. Вот это и называется гипотеза Колобца. Да, на самом деле, если только подостановится, иметь ввиду цикл 1, 2, 4, потому что возможно возникнет новый цикл, она по нему будет циклиться, но мы это не будем засчитывать за остановку. Да, значит, это гипотеза Колобца, но это не есть утверждение вида, это более сложное утверждение. Для всякого, всякая программа определенного класса остановится. Это следующий уровень сложности, но это тоже арифметическая, то есть это все совершенно арифметическое. А это? Ну, тем более, любой конкретной программы утверждение об ее остановке, оно арифметическое. Потому что, как бы это речь о том, что мы следуем каким-то правилам, процессор записывает из этого сюда, из того туда. То есть ничего бесконечного совершенно нет. Это абсолютно арифметическое утверждение. Соответственно, его можно доказывать разными средствами. Предположим, мы можем выражать от противного. Пусть теорема не верна, теорема Гёделя о полноте не верна. Тогда есть способ доказывать все истинное. Все истинные арифметические утверждения. Тогда отсюда вытекает, что есть алгоритм, выясняющий, остановится программа или нет. Так, эти два, понятно, они друг другу эквариантно, мы уже это обсудили. А почему из этого следует, что есть... Представляем себе, что мы можем доказывать все истинные утверждения. А нас интересует, остановится ли какая-то программа. Будем смотреть, не можем ли мы доказать, что она остановится. Или доказать, что она не остановится. У нас есть два утверждения. Что P останавливается. Ну да. И P не останавливается. Ну, одно из них, конечно, истинно. Да. Соответственно, если у нас имеется алгоритм... Если множество арифметических истин перечислимо, и есть алгоритм, который все их порождает, то, соответственно, можно узнать, подождать, когда он породит одно из двух. И, соответственно, узнать, остановится программа или нет. Есть способ доказать все истинные... Ну, каждая, да? Нет, конечно, нет. Есть способ, который порождает все истинные утверждения. Есть такой алгоритм, которым на выходе рано или поздно появится любое истинное утверждение. Соответственно, если какая бы ни была программа P, одно из этих двух утверждений истинно... Да, ну, вроде бы, да. Ну, соответственно, можно дождаться, когда одно из них появится, и сказать, истинно, какой из них истинно. Ну, хорошо, допустим, да. То есть, если у нас есть оракул, который нам сообщает все истины, то мы, как бы, про жизнь можем узнать все. В частности, узнать... Может, сформулируем то утверждение, которое нас интересует. Остановится программа и спросим. Вот у нас есть это. Докажи нам, пожалуйста, либо это, либо это. Так. Ну, и, значит, он рано или поздно... Если он настоящий оракул, рано или поздно среди его выхода будет либо то и другое. Если мы верим, что он доказывает только истинные, то, соответственно, мы можем доверять результату этого ожидания. И, значит, мы узнаем, становится программа или нет. Угу. Так, хорошо. Значит, и так, и того... Значит, если теорема Гёдла не верна... Да, то... То, значит, есть способ доказать все арифметические истины. И отсюда вытекает, вот как мы сейчас пытались объяснить, что есть способ про любую программу узнать, останавливается она или нет. Ну, да, типа, да. Да. Но теперь уже все готово для получения противоречия. В принципе, да. В принципе, да. В принципе, понятно, да, что основа программы это тоже арифметическое утверждение. Да. Оно даже конечное. Мы не должны ничего, никаких бесконечных множеств. Мы умеем, да, доказывать, умеем устанавливать. Да. Но умеем, конечно, не в каком-то практическом смысле. Ну, это понятно. А так, в принципе, если бы мы бы ждали бесконечно долго, там, и то, и все, то можно было бы доказать про любую программу. Не бесконечно долго ждали, а ждали, ну, не было бы ограничений по времени, то мы бы про любую программу могли бы доказать, что она останавливается или нет. Значит, а... Пишет, да, уже? Писать-то он будет вопрос. Пусть... Значит, мы доказывали... Какой у нас был порядок? Пусть теорема Йодоли не верна. Да. Да. Отсюда мы вывели, ну, не вывели, а просто заметили, что это означает, что множество истин перечислимо. Это просто по определению есть способ получать истину, и только истинным машинным способом. Отсюда дальше следует, что есть алгоритм, который по любой программе... Ну, по программе мы имеем в виду, что программа без входа, не функция с аргументом, которая при одних значениях аргумента может останавливаться, а при других нет, а просто некоторая программа, которую можно прямо так запускать, которая ничего не запрашивает. То любой программе узнает, останавливается ли она. То есть он не уточняет ничего про эту программу, да? Да, программа, которая говорит, что там input number и ждет, когда вводят с клавиатуры, она не подходит под эту категорию, потому что в зависимости от того, что будет видно с клавиатуры, ну, или там функция на питоне, которая имеет параметр n, тоже не бессмысленность, потому что это зависит от n. Ну, естественно, да. Мы умеем по программе без входа. Ну, отсюда тривиальное тоже замечание, то есть вот, что есть алгоритм, который по программе со входом и входу определяет, останавливается ли эта программа на этом входе. На этом входе. А-а-а! Ну, это тривиально, потому что мы можем просто этот вход тоже называть compile in. Мы можем прямо вписать его в программу, получится новая программа, и про нее, она уже будет без входа, и про нее мы узнаем, она становится наименна. Да, да, то есть мы можем про программу со входом и зафиксировав вход, понять, становится ли программа. Сейчас будет что-то типа Кантерова вот этого, да? А-а-а-а! Ну, а ты думал. Думал, придет там, значит, это будут какие-то новые трюки, а тут всего показывают этот старый фокус с диагональной конструкцией. Я чувствую, да. Другого не будет. Значит, а именно, пусть у нас напишем все программы с натуральным входом. Ну, можно считать, что входом. Там F1-Aten, F2-Aten, просто все подряд в порядке возрастания длины, которые там неважно останавливаются, которые либо запрашивают, либо получают как аргумент в соответствии языка программирования. Просто запишем все программы, неважно, останавливающие, не останавливающиеся. Среди них будут, которые всегда останавливаются, будут, которые никогда не останавливаются, будут, которые там при одних останавливаются, при других нет. Ну, да, да. Будет, про которых мы не знаем. Но вообще, бывает, в общем, все подряд напишем ни о чем не волнуюсь. Ну, и, значит, теперь их можно с помощью вот этого фокуса, их можно исправить. А именно, прежде чем запускать программу, напишем программу FIT, она, прежде чем запускать программу на входе FIT с крышечкой, она запускает FIT от N, предварительно проверив, узнав, что останавливается. То есть, ну такой вот save-компайлер, он никогда не зацикливается, прежде чем узнать, прежде чем запустить программу, он заранее спрашивает, а безопасно ли это, может не поведет ли это зацикливание концепта. Ждет столько времени, сколько будет выяснен ответ. Этот алгоритм всегда останавливается, он должен по любой программе сказать да или нет, после этого он получает этот ответ, но если ответ, что это самое, а если ответ, что не останавливается, ну говорит, что извините. Пропускает, да? Ну нет, он ничего не пропускает, это тоже программа со входом, FIT от N, она просто на входе N, получив этот вход, она проверяет остановится ли он, и если не остановится, то выдает какой-нибудь произвольный ответ. Матерное слово? Ну мы не можем написать матерное слово при детях, но поэтому, но ты бы конечно написал, но на самом деле нам не важно матерное слово или не матерное слово, скажем, пустое слово, которое вроде бы не входит в список матерных, по крайней мере по нынешним установлениям, скоро наверное Роскомнадзор это исправят, но по крайней мере вот оно вот это пустое слово, которое значит… Нет, но по крайней мере пустое множество является под множеством множества матерных слов, и с этим Роскомнадзор ничего не сделает, так же как под множество матерных слов. Проверяет, а потом запускает. А потом запускает. С точки зрения ответа это будет то же самое. Так, да. Ну а теперь напишем новую программу FIAT I, которая делает, запускает вот эту IT-ю проверенную программу на входе I, а потом ее портит. Ну например, берет что-нибудь заведомо неравное, прибавляет единицу, если это натуральное число, или дописывает что-нибудь. Мы берем IT-ю программу, вот эту FF с крышечкой, и ее меняем на IT-ю позиции. А что значит меняем программу на IT-ю позиции? Нет, просто вот FIAT I запускает вот это, получает некоторый ответ, и потом оно берет слово, или число, которое не совпадает с этим ответом, например, прибавляя единицу. А, программа должна что-то делать, да, в принципе? Нет, любая программа, она получает свой вход, выполняет какие-то вычисления, выдает что-то на выход. Но если она выдает там что-то, что что-то верно, то мы пишем что-то не верно, да? Нет, 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 нет. Если она выдает что-то верно, то она выдает строку, что вот утверждение там такое-такое-то верно. Такая там строка в коде UTF-8. Мы берем вот этот, ну или в другом, я помню, в коде. Мы к этой строке просто приписываем еще какой-нибудь символ, например, один. Получается другая строка. Нет, мы ничего не делаем такого возвышенного. Мы просто получаем любой другой результат, не совпадающий с этим. Но что у нас получилось? У нас была таблица этих функций. F1 с крышечкой, F2 с крышечкой, F3 с крышечкой. Они выдавали какие-то значения, но если это были числа, то они выдавали какие-то значения там на нуле, единицы, двум. И мы берем теперь Итую программу на числе И. А это вот, это будет F и T с крышечкой от И. Да. Ну, это вот подправленная. Ну, сначала не подправленная, а потом мы его, значит, как-то портим. Нет, нет, я имею в виду, что она уже здесь. А, здесь она подправлена. Проверяет нам. Проверяет и запускает. И берем уже на другое. Пишет, да. Но, так или иначе, мы получаем некоторую функцию от И, которая вот представляет собой эту диагональ. Функцию от И, да. И она отличается… Да, и она… Ее не может быть в списке. Потому что, если F окажется здесь какая-то там, равняется F какому-то S тому, если бы она была в этом списке, а она вообще должна быть, потому что это программа здесь, все программы есть. Но здесь она же без… А-а-а-а… Нет, здесь мы писали все программы, даже те, о которых мы не думали в этот момент вообще. Просто подряд, подряд все программы… И числены все программы. Одна из них должна быть Fn, которая… Такую бы мы не написали программу, она всегда есть. Теперь эту программу, мы знаем, что она уже сама всегда останавливалась. Поэтому для нее эта корректировка ничего не меняла. Да, ничего не меняла. Да. И значит, Fn, 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 Fn… Ну это равняется Fn, 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 Fn… на диагонали отличалось. Соответственно, получается, противоречие этого быть не может. Да. That's all. That's all, слушай. Нет, и это выглядит сейчас очевидно, и в этом как раз великая заслуга как бы создателей теории вычислимости, потому что для Гёделя, во времена Гёделя это было величайшее достижение, нетривиальный результат, и всё такое. А так потом, если присмотреться, то и понять вообще о чём это, какое общее понятие перечислимости, что мы здесь доказываем. Но вот вся эта конструкция как бы сривиальна, и к этому моменту уже была известна Кантеру, и всё такое. Да, 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 что это всё тот же диагональный процесс, только в профиль. Да, 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 вид сбоку. Но, значит, вот на таком уровне первоначального извиняюсь, на таком уровне первоначального объяснения про что теорема Гёделя, я думаю, что это некоторый такой вот первый. Ну да, я думаю, что дальше уже есть смысл просто самим взять учебники и посмотреть. Вот у меня даже специально вот торжественно встану, я хочу обратиться к товарищам читателям, то есть в смысле слушателям. Да. Умоляю вас, никогда не рассуждайте о теореме Гёделя до изучения доказательств. Сначала изучите, ну вот не то, что я рассказываю, а прямо подробности, что, как доказывается, почему это верно. Есть такая книжка Владимира Андреевича Успенского «Теорема Гёделя о неполноте». Вот это вот тот обязательный минимум. Если человек рассказывает про теорема Гёделя и не читал какое-то её доказательство, то вот он заслуживает просто, пусть, как говорили пионеры, постигнет презрение трудящих кого. Математиков. Да, да. В общем, позор вам будет, если вы начнете рассуждать про теорема Гёделя и не изучите доказательства. А вот изучите, потом рассуждайте сколько хотите. Это, кстати, перекликается с теоремой ЭРУ. Очень все любят рассуждать про то, как она связана с реальной демократией, но воспроизвести даже формулировку теоремы ЭРУ, на самом деле, далеко не каждый может. Нет, нет. Скорее, по-моему, надо в этом случае говорить про теорему про эффективность рынков. Что? Она и так непонятно формулируется даже. У нее нет строгой формулировки. А вот теорема ЭРУ есть. Если там нечто выпукло, то значит что? Нет, просто теорема благосостояния. Но это да, но это... Нет, гораздо больше народу может формулировать теорему ЭРУ Дебре, чем теорему ЭРУ о диктаторе все-таки. Нет, в общем, только вот изучите доказательства потом, пожалуйста. Так, ладно, это первый раунд. Если что, это еще не все. Хорошо. Значит, теорема Гёделя о полноте. Вот, сейчас будет полнота. Она была не полнота, а теперь будет теорема о полноте. Понимаете? Вот. Так. Она говорит, что всякое истинное утверждение определенного вида можно доказать по формальным правилам. Ага. Доказуемо. Доказуемо. Вот. Ну какие тут есть слова? У нас как бы есть два подхода. Есть как бы семантический подход. Это такое ученое слово, что мы интересуемся смыслом, там, верно ли это на самом деле, вот в каком-то таком-то на самом деле. Это я люблю. Доказуемо. А доказуемо, это как бы синтаксический подход. Когда вот у нас имеется даже какое-то утверждение, как цепочка символов, и вот разрешено там делать с ним вот это, можно там перенести, ну как делают при ЕГЭ, что перенести из правую часть в левую, изменить знак. Не обязательно знать, что там написано, минус это, что означает это минус плюс, но просто известно, что если переносишь, надо знак менять. И тогда, может быть, зачтут. Вот это синтаксический подход. И вот для некоторых утверждений некоторого класса эти синтаксические и семантические подходы эквивалентны. Ага. И, собственно, теорема Йо для полноте настоящая относилась, вот класс утверждения такой, что это общезначимая формула логики первого порядка. Так, хорошо, тогда вопрос тут же возникает. А как она может быть верна одновременно с теоремой неполноте? Когда мы говорили, что не всякое истинное утверждение доказываемо. Нет, ну почему в одной комнате все лысые, а в другой не все? Нет, это как бы утверждение другого типа. Что вот истинные, вот это здесь не арифметические утверждения, а здесь некоторые совершенно другие утверждения. Ну вот в случае классической теоремы Йоделя это утверждение о формуле первого порядка, которая должна быть истинной во всех интерпретациях, технические. Но поэтому это никак не противоречит. То есть все-таки для тех, кто вот был поражен предыдущим, да, и как-то его даже понял, там значит получается утверждается, что не все истины доказуемы, а здесь утверждается, что доказуемы все истинные утверждения. Определенного класса. Да, то есть следовательно те истины, с которыми мы тогда общались, они выходят за пределы этого класса. Вот. То есть они как бы шире, чем эти. Да. Вот. Шире. Не уже. В принципе, строго говоря даже это другой класс. Они не сравнимы. То есть вот. Но тогда мы вообще не говорили про то, что за класс. Мы просто говорили истинные утверждения. Арифметические утверждения. Арифметические утверждения. А здесь у нас истинность не утверждений в какой-то конкретной модели, а и общезначимость формулы, то есть истинность ее во всех моделях. Нет. Но это техническая вещь. Я боюсь, что если мы начнем об этом вдовольце, я думаю, что в первом приближении можно сказать так, что мы рассматриваем не все утверждения действительно, а только некоторые. Только некоторые. И вот для этих утверждений действительно все истинные утверждения доказуемы. Все, отлично. Поехали. Например, все входящие в открытую базу ЕГЭИ утверждения доказуемы. Это же не удивительно. Там же нет никаких нейтрариальных. Ну, наверное, да. Но, соответственно, на самом деле вот есть несколько примеров, которые я вот подумал, на каком... Настоящую зерему ЕГЭДЛЯ надо вдаваться вот в это. Что это такое? Это требует некоторой подготовки. Я боюсь, что так надо долго объяснять. Но я подумал, какие есть примеры, на которые можно разобрать. Примеры такие. Первое, это как бы логика запретов. Это то, что называется исчисление резолюций научно. И там вот тут тоже можно объяснить, почему все, если запрет, система запретов полная, почему это можно доказать по правилу резолюции. Это одна вещь. Вторая вещь, которая может быть более тебе близка, это система... Ну, это я вообще пока не понимаю. Ну, это не предполагается, нет. Я просто объясняю, что может быть. Система линейных неравенств. Ну, это пожалуйста. Ну, и третья, которая тоже технически. В обычном вещественном поле, да? В вещественных числах или нерациональных числах, неважно. Но третья, есть пример, хороший пример, но тоже, видимо, он выходит за пределы. Вот это вполне элементарно оба. А пример, который выходит за пределы, это теорема Гильберта о нулях. Это тоже как бы утверждение того же класса. Вот класса в смысле, кого класса? Что все истинное можно доказать по определенным правилам. Что вот все утверждения некоторого класса можно по определенным правилам в теореме Гильберта. Нет, а что ты имеешь в виду? Вот есть теорема Гильберта? Конкретная теорема Гильберта? Да, объясняю. Вот у нас имеется, ну, для тех, кто, так сказать, это нигде дальше использоваться не будет, так что пусть имеет систему полиномиальных уравнений. Да, теорема Гильберта о нулях. Х1, Х2 там равно нулю. Ага. И мы ищем ее решение в комплексных числах. Да. И может так оказаться, что этих решений нет. Ну, просто вот по каким-то таким причинам мироустройства. Ну, например, первое уравнение это Х1 квадрат равно 1, а второе Х1 квадрат равно 2. Да. Это как бы вот ты можешь просто в принципе говорить, вот их нет там, неизвестно почему нет. Любые причины годятся. А есть некоторый четко ограниченный формальный способ доказывать, что решений нет. А фото обстоит в следующем, что можно умножить эти уравнения на такие коэффициенты q1, qk и сложить их с этими коэффициентами и получить, что 1 равно нулю. Да. И тогда ясно, что решений нет, потому что если из этих уравнений можно вывести вот по этому единственному правилу сложения с полиномиальными коэффициентами, можно вывести, что 1 равно нулю, то значит решений нет. Ну да. И теорема Гильберта о нуля говорит, что этот способ доказательства универсальный. Ну, если только корни в этом смысле извлечь, то есть идеал порожденный, там нужно брать корень из идеала, то есть не этот идеал… Нет, нет, если бы мы говорили не то, что решений нет, а то, что из него следует, что какое-то там q равно нулю, тогда нужно было q в катой степени искать в этом идеале. Ну, я имею в виду, что если написано x вен равно нулю, да, ну в данном случае, сейчас дай я подумаю, вот точно ли верно вот прямо ровно то, что ты сказал? Это точно верно, но это если не верно, представим себе, что это невыводимо, когда идеал порожденный многочленами q1пк не состоит из всего поля. Тогда он содержится в некотором максимальном идеале и в факторе решение есть, а дальше нужно объяснять, что если есть решение в факторе, то не есть уже в любом ангибартическом замкнутом поле. Ну, видимо, да. Это верно. Тут нет проблемы, там возводить степень нужно было бы, если бы мы из этих уравнений выводили некоторые еще одно уравнение. Это немножко другой вариант, но они важны. Это все как бы пример такого же типа, что вот все истинное… Есть такой… Да, ты можешь совершенно не понимать ни что такое комплексные… Ну, нет, там коэффициенты могут быть. Коэффициенты комплексные, да. Но эти коэффициенты, да. Но ты не можешь не понимать там ни по поля, ни про идеалы, ничего. Просто у тебя есть способ. Тебе данные эти уравнения, ты, значит, с ними так и сякок пытаешься на что-то домножить, получив единицу. Ну, просто перебирая, да, все подряд. И это универсальный способ. Ну, тут комплексные коэффициенты, но можно потом решать линейное уравнение. Но это универсальный способ. То есть, если на самом деле решения нет, то вот этим конкретным способом можно получить… Да, можно перебирать, приведя к линейному уравнению на неопределенные коэффициенты можно сделать. Да, да, да. Но это как раз то, что я не хотел объяснять, считаю, что это народ не поймет так. Ну, тут надо разбираться, это надо рассказывать больше. Мне постоянно говорят, не грызи ногти. Присылают комментарии, не грызи ногти все время. Я тебе скажу, что если это будет единственное… Вот в маске невозможно грызть ногти. Да, да. Плюс маски есть. Но ты можешь на ногти надеть маску, достичь того же эффекта. Ладно, значит, вот таким образом можно обсуждать из более простых вещей, либо первое, либо второе. Ну, давай второе. Второе. Очень просто. Очень просто. Второе как раз… Это самое, я все сейчас скажу. Что такое система линейных неравенств? Это очень просто. Мы берем, пишем там 2x плюс 3y минус z плюс 5. Ну, давайте договоримся, что они все перенесены в одну часть. Ну да, больше или равно. Допустим, меньше или равно 0. А, все меньше или равно 0, да. Ну, формально у нас есть какие-то переменные, там x1, xn, у них есть какие-то, допустим, целые коэффициенты, ну или рациональные, можно домножить, неважно. И вот они, значит, требуются, чтобы это… решение этой системы, это такой набор x, y, z и прочее, при которых все уравнения будут. И вот имеются, ну, некоторые системы несовместны. Это вот, ты сейчас раскрываешь смысл общезначного формулы или нет? Нет, 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 я привожу модельный пример теоремы Гёделя, как бы аналога теоремы Гёделя, некоторой конкретной ситуации. А, хорошо, давай, давай. Нет, из этого примера это не будет вытекать. То есть это просто некоторый пример, это не то, что просто аналогия, а все-таки, так сказать, очень конкретная аналогия. Но, например, вот есть система линейных неравенств, она может быть несовместна, то есть нет решений. Ну, например, мы можем написать, что у нас есть три числа, там я не знаю, и там x плюс y больше равно 1, x плюс z больше равно 1. Ну, ладно, я уж не буду их переписывать в таком виде, чтобы было яснее. y плюс z больше равно 1, x плюс y плюс z меньше либо равно, ну, допустим, тоже 1. Ну, в принципе, нулевое... Почему эта система не имеет решений? Нет никаких решений, естественно, да. Да. Ну, можно нам по-разному это объяснить? Потому что из первого и последнего обязательно следует, что z равно 0 просто. Ну, меньше либо равно 0. Вот из первого и последнего можно вывести, что z меньше равно 0. Ну, а дальше то же самое просто. Значит, отсюда выясняется, что x больше равно 1, y больше... Нет, нет, просто достаточно того, что x больше... А, но по симметрии получаем, что x... Они все должны быть не отрицательны, чтобы было это выполнено очевидно, а тогда сумма уже никак не может быть больше 1. Да. Вот есть такой способ рассуждения в произвольной форме доказать, что на самом деле вот это самое дело, которое где-то существует, эта система не имеет решений. Да. А есть некоторый формальный способ. Формальный способ состоит в том, чтобы умножить их на такие коэффициенты и сложить... Да. Ну, надо, конечно, правильно складывать. Там нужно поменять, да. Надо умножать на коэффициенты одного знака и складывать... Нет, просто нужно здесь написать минус, минус, минус... Ну, хорошо, давай честно здесь. Нет, это как раз правильно. Ну, давай в таком виде. Значит, минус x минус y, а минус x минус 1... Да. Меньше или равно минус... Плюс 1, меньше или равно 0, видимо так, да? Да, минус x минус z там и так далее, да. Меньше или равно 0, да. Ну и последний просто x плюс y плюс z минус 1, да. И утверждается... Что надо их умножить на такие коэффициенты и получить, что 1 меньше или равно 0. Угу. И что это всегда можно. Вот, но в качестве тренировки можно попробовать сейчас подобрать коэффициенты, какие должны быть коэффициенты. Значит, нужно, чтобы что получилось, чтобы 1 меньше или равно 0. Надо же, чтобы x и y из этого сократились, осталось бы только... Тогда здесь всюду вдвое меньше должно быть, чем здесь. Напишем 1 просто. Ну, давай так, здесь 1, здесь 1, здесь 1, здесь 2, а потом поделим на что-нибудь. А не надо ни на что делить, все уже хорошо. А, все равно... Да, да, правильно, да, все-все-все-все. x, x, 2x. 2x, да. y, y, 2y. Да, z, z. 2z, все. Остается 1, 2, 3 и минус 2. Да, все, да. 1, 1, 1, 2, действительно все четко получилось, да. То есть я решил ее методом формальной такой... Ты формально доказал ее противоречивость по определенным формальным правилам. Это можно сделать вообще не понимая, как это делают школьники, смысл значения буквы x, y. А можно пытаться по существу рассуждать, не ограничивая себя никакими формальными рамками. Так. И вот теорема о полноте утверждает, что любое, что ничего, ничего более, что это одно и то же. Что если каким угодно, по каким-то неизвестным причинам система это не имеет решений, то это всегда можно обосновать по этим формальным правилам. Вот это в точности как бы теорема Гёделя о полноте, но вот для класса этих неравенств. То есть теорема Гёделя о полноте для класса этих неравенств утверждает, что если мы по существу изучаем, то на самом деле можно не изучать, а просто всегда существует. То есть если мы по существу поняли, почему нет решений, то мы можем на самом деле найти и коэффициенты, которые придут к формальному. Не надо понимать, что мы можем, это на практике, что в принципе может быть какие-то, какие-то простые доказательства, что чего-то нету, а когда мы начнем их переводить в это самое, мы запутаемся, не найдем, там получится очень длинно и так далее. В смысле, что существуют, существуют, C1, C2, C3 и так далее. Это общая гарантия, что такие формальные доказательства существуют. Так, хорошо. Видно, что это как бы не ко всем утверждениям относится, теорема Ферма так не запишешь. Поэтому нет противоречия, как бы общая теорема Гёделя говорит, что… Это не узкий класс, это просто задача неравенств и все. Ну, в настоящей теореме полноте класс более широкий, но тоже все-таки… Ну да, в Гильберте тоже, это совершенно понятно, что происходит. Любые полиномы выписываешь и… Чтобы доказать, что система полиномиальных уравнений не имеет решений, всегда можно… В комплексных числах. В комплексных числах. Всегда можно рассматривать только такой формальный способ. Сложив с какими-то полиномиальными коэффициентами, получить противоречие вида 1 равно 0. Ну ладно, логику запрещения бог с ней. Значит, теперь ты расскажешь более подробно, что тут… Нет, я могу доказать вот это просто. А, доказать? Что если система линейных уравнений неравенств не имеет решений, то формально можно из нее вывести, что 1 меньше равно 0. Это вполне постижимый факт. Ну, я думаю, что это интересно. В принципе, интересно. Ну хорошо. А потом мы вернемся к главному или нет? Нет. Мы не можем это объяснить, не объясняя про логику. Я могу начать рассуждать как философ, но это подаст плохой пример. Это лучше сослаться на книгу тогда. То есть сейчас вот на примере неравенств мы это сделаем, а уже все остальное народ… Да. Ну, народ или… прочтет или не прочтет, но, по крайней мере, имеет такую возможность. Хорошо. Тогда давай расскажи, почему действительно… Да. Так. Система линейных неравенств… Давайте я скажу еще раз подробно. Ты это уже понял? Ага, давай, давай. Будет написано. Система линейных неравенств у них имеются переменные. Ну, пусть они будут какие-то, там, x1, xn, может быть, их сколько угодно. Да. И неравенство содержатся эти переменные. При этом неравенство мы всегда будем записывать, ну, так, перенеся в одну часть. Ну, да. Тут еще придется один индекс ввести, ну, или так, да, через разные буковки у разных строк. Вот это называется система… Система линейных неравенств. Да. Ну, естественно, понятно, что, значит, есть понятие решения линейных неравенств, это набор чисел. Ну, понятно, что если все неравенства выполнено. И система называется несовместной, если решения нет. Ну, да. По каким бы то ни было причинам. Да. Это как бы такое семантическое понятие, что числа, а вот эти все коэффициенты, ну, будем считать, что все это там рациональные или целые числа. Если рациональные, то можно умножить так, чтобы с номинацией пропали, но пока это не все равно. То есть можно считать даже целыми, да? Ну, можно считать и целыми, но удобнее, потому что мы это будем делить, удобнее разрешать произвольные рациональные. Ладно. Это несущественно. Значит, несовместность, это, говоря ученым способом, это семантическое свойство. Смысловое, да? Да. Семантика – это смысл. Не существует решения, и все. Да. Кто-то принес тебе и говорит, ты математик, да, у нас вот лодка наша крейсерная должна двигаться согласно решениям этой системы. Начальство требует, чтобы выполнял все вот это. И вдруг оказывается, что нет решения. Просто начальство может завернуться в блин, решений нет, хоть что-то не делай. Да. Но это, это как бы абсолютно семантическое свойство. А теперь есть еще синтаксическое свойство, которое на самом деле эквивалентно, но чтобы подчеркнуть, что оно синтаксическое. Я говорю, что система противоречива. Противоречива. Если можно вывести противоречие следующим способом. Если можно умножить на такие коэффициенты, альфа, бета и прочее. Ну да. Тоже рациональные. Отрицательные. Рациональные, да. Так, чтобы после этого все сложить и получить, что один меньше либо равно нуля. То есть все иксы сократятся, а от этого останется один. Ну а справа ноль, он всегда ноль, поэтому… Ну да, да, да. Мы так договорились, справа ноль. Если можно… Ну известно, что неравенство сохраняется при умножении неотрицательное число, поэтому если бы были решения, то тогда было бы решение вот у этого неравенства, у которого их нет. Ну значит противоречивые являются подножествами несомненно. Да. Поэтому так как бы в ежу понятно, что если противоречиво, то несовместно. То несовместно, конечно. Это тривиально. А вот как бы аналог теоремы Гёделя для этого класса утверждает, что это на самом деле полный способ, чтобы вот эта наша формальная теория вот сложения неравенства с коэффициентами, она так сказать полна. Что все, что на самом деле несовместно, оно будет и противоречиво. Индукция? Да. Нет, но это я так все торжественно говорю, потому что доказательство более-менее тривиально. Ага. А ты наверное это слышал, потому что в экономике это известно от теоремы фон Неймена Моргенштерна о цене игры. Ну что-то такое, да. Но доказательство довольно простое. Там какие-то опорные строятся. Нет, 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 все гораздо проще. Значит, доказательство. Нельзя там взять пересечение гипроплоскостей и опорные векторы? Ну тебе нужно доказывать тогда там Лему Фарка, что это в общем ровно это и есть доказательство. Так, давай. Значит, доказательство очень простое. Да, давай. Значит, индукция по числу переменных. Только развернись, наверное, если ты получил вот так, да. Ага, вот так. Индукция по числу переменных. Так, да. Значит, индукция по числу переменных. Ну, допустим, переменная одна. Да. Тогда у нас есть какие-то там А0 плюс А1Х там меньше чего-то. Да. Там B0 плюс B1Х меньше чего-то. Да, и решений нет. И решений нет. Но на самом деле, ну, если мы не будем такими формалистами и разрешим переносить в другую часть, то можно и делить на А1 и B1. Да. То тогда это означает, что Х, допустим, меньше или равно чего-то. Да. Х больше. Какие-то неравенства, у которых были коэффициенты положительные, будут после деления, что Х меньше или равно константы какой-то. Да. Здесь я, кстати, запишу, здесь 0. А какие-то будут, что Х больше или равно чего-то. Да. Ну и что означает, что эта система неразрешима? Несовместно. Это значит, что у нас какие-то верхние границы, а есть какие-то нижние границы. Ну да. Но если все нижние границы меньше всех верхних границ, тогда можно в качестве Х взять любую точку. Ну, одну единственную или все. Несовместно означает, что есть какая-то нижняя граница, которая больше верхней. То есть Х меньше либо равно какого-то там альфа, Х больше либо равно бета, и при этом кроме того бета больше альфа. Да. Да. Правильно. Но, значит… Границы зашли друг на друга. Границы зашли друг на друга. Но это означает, что ровно из этих двух неравенств можно получить противоречие по нашим формальным правилам. Ну почему? Что значит, что Х меньше равно альфа? У нас было минус Х… Нет, Х минус альфа было меньше либо равно нуля. Да. А Х больше либо равно бета было, что минус Х плюс бета тоже меньше либо равно нуля. Ну да. Если мы эти два… Ну на самом деле они могли быть с коэффициентами какими-то… Ну вот я думаю, коэффициенты можно оставить на упражнения. А что упражнения? Мы разрешаем умножать на любые коэффициенты. Ну да, на любые коэффициенты. Поэтому неважно, если мы записали здесь уравнение с какими-то не теми коэффициентами, то это всегда можно скомпенсировать. Значит, если мы просто сложим, то получим, что бета минус альфа меньше либо равно нуля. А бета у нас больше альфа, то есть у нас получится некоторое положительное число. Но остальные на ноль умножаем? Да, остальные мы умножаем на ноль, а вот эти два берем с такими коэффициентами, ну чтобы вот здесь получить единицу. Но это надо еще умножить на что-то. Да, первый шаг индукции совершенно ясен, в общем ясно, что делать. Найти два противоречия друг к другу. Тут на самом деле будет из этих при одном переменам будет какая-то часть с плюсом и какая-то с минусом. Нужно взять самое сильное из всех. Из той группы из другого. И ограничить стримы, потому что именно они будут уже друг другу входить в противоречия. То есть в частности мы доказали такой факт, что если с одной переменной система противоречива, то есть просто два уравнения, которые друг другу противоречат. Совершенно верно, самое сильное туда и самое сильное обратно. Ну это тоже не бог весть какое достижение, но тем не менее это верно. Значит про одну перемену мы разобрались. И шаг индукции, однако, господа. Шаг индукции. Но там тоже не бог весть что. Шаг индукции, индукция. Я тут видел индюка. Позавчера в больших котах, настоящего живого индюка огромного. Он делал вот так. И смотрел на меня. А ты тоже делал вот так и смотрел на него. Да, я научился говорить по-индюшачьи. И вопрос кто выиграл. А потом его супруга, индюшка, прыгнула с криком вот так вот, с хлопаньем крыльев в мою сторону, но не достала, потому что был забор. Странно, я думал, что она прыгнет на него и будет орать мне, что не связано с этим придурком. Но нет, она вступилась. А я умел, я умею кричать почти всеми голосами зверей. И вот индюк у меня не входил в это вот множество, сейчас вошел теперь. Нет, есть такая пьеса Шекспира, в которой некоторые товарищи говорят, что я духов вызывать могу из бездны. А другой им отвечает, и я могу, и каждый это может. Вопрос лишь явятся ли они на зов. Да, но индюк, индюк, безусловно, меня понимал. И чайки очень хорошо, правда, чайки понимают меня очень специфично. Они начинают меня делать, да, просто. Ну, реакция многим свойственна. Ладно, хорошо. Значит, шаг индукции. Представьте себе, что у нас имеются некоторые переменные. Мы одну переменную какую-то выберем, ну, например, любую, x1. Да. И сделаем то же самое, сделаем то же самое, что мы делали раньше, то, что называется, разрешим все неравенства относительно переменной x1. То есть, ну, у нас могут быть какие-то неравенства, которых вообще коэффициент был равен нулю. Угу. Ну, тогда мы их оставим. Значит, вот с ними ничего не сделаешь, будут неравенства без x1. Без x1, да. Так. А дальше мы те, у которых x1 реально есть, мы все так же сделаем. Мы перепишем, что x1 либо меньше какой-то комбинации x2 и xn с какими-то коэффициентами. Ну да. Плюс еще какой-то свободный член. Их сколько-то будет. И сколько-то будет у тех, у которых больше. Ага. Ну, теперь же нельзя сказать, какое из них самое сильное. Неизвестно. Но все неравенства разбиты на три группы. Те, в которых x1 нет. Да. Те, в которых x1 входит с положительным коэффициентом, это вот эти. Да. И те, которые входят с отрицательным коэффициентом, это вот эти. Да, мы перевернулись. Я их записал как бы в виде разрешенного относительно x1. Но, в принципе, это некое сокращение. Глядя на это неравенство, мы понимаем, что его всегда можно переписать в таком виде. Конечно. Так удобнее. Конечно, все это можно привести. Да, потом. Вот. Да. Теперь из этого мы хотим написать некоторую систему уравнений, неравенств которой без x1. Но эти мы переписываем без изменений. Да. А эти мы делаем так, что если что-то меньше x1, а что-то больше x1, то мы пишем, что вот это меньше либо равно вот этого. А-а-а-а. Нет, ну тут не надо быть зоотехником, чтобы понять, что так надо, что можно с ними еще сделать. Если мы знаем, что x1 больше чего-то, а x1 меньше чего-то, то естественно, что то, чего он меньше, должно быть больше того, чего он больше. Да, но почему обратную сторону? Значит, если у нас имеется, ну надо понять, что если у нас таких неравенств там, я не знаю, k, а таких неравенств l, то этих у нас будет довольно много. Их будет kl штук. Мы каждый из этих комбинируем с каждым из этих. Да, и понятно, что эта система следует из этой. Во-первых, она следует семантически, потому что есть ли что-то между ними. Но кроме того, она следует и синтактически. Потому что если мы можем, вот если у нас есть такие неравенства, то мы можем получить из них вот это неравенство просто сложением. Да. Но если мы перенесем в другую часть, там x1 сократится, то же самое на уровне меньше или равно нулю тоже произойдет. Ну как бы мы, когда мы говорим, что складывать их нужно с неотрицательными коэффициентами, ну можно, можно, ну… Не-не, ну тут все понятно. Вот такое правило вывода, что если a больше b равно и b больше равно c, то a больше равно c. Реально в наших терминах означает, что у нас имеется b минус а меньше или равно нуля и c минус b меньше или равно нуля. И мы их складываем, b сокращается и получается, что c минус а меньше или равно нуля. Поэтому, когда я говорю, что вот это неравенство, если комбинация этих с положительными коэффициентами, это тоже, ну вот как бы следствие и есть эта самая комбинация. То есть тут все синтаксически законно. Нет, я вижу, что можно вывести отсюда это и семантически, и синтаксически, но не вижу, что отсюда это обратно следует. Значит, нам надо доказать. Значит, мы с чем-то согласились, что если система 1 имеет решение, то 2 имеет решение. Это семантическое утверждение. Сейчас, подожди, 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 подожди. Сейчас, если 1 имеет решение, то 2 имеет то же самое решение. Ну, не то же самое, потому что в нем нет x1. Ну, весь остальный набор имеет удовлетворение. С этим ты согласился. Да, но это как бы очевидно, потому что это транзитивность. Следующий шаг, что если 1 не имеет решение. Вот, вот, да. Это тоже пока семантически. Симпатически. То и 2 не имеет решения. Да, а вот это почему? Ну, или наоборот. Почему, если 2 имеет решение, то 1 имеет решение. Пусть 2 имеет решение. То есть можно подобрать так, чтобы все эти были меньше всех этих. Да. Спрашивается почему. Ну, у нас уже есть какие-то x2 и xn, и при этом вот эти все неравенства выполнены. А, ну, x1 просто составляешь между ними. А кроме того все эти. Это мы уже проходили вот в одномерном случае. Да. Мы x1 составляли между ними. Если есть семантическое решение вот этой системы. Да. Это набор x2 и так далее, xn. Да. То тогда я просто могу заметить, что так как все эти границы ниже всех этих, то существует... То есть решение x1. Между ними, да, axiom полноты и так далее. Ну, нет. Это просто максимум из этих и минимум из тех. Конечно. Вот. В общем, они вот так, и, знаешь, здесь есть кто-то. Да. Значит, теперь, что мы хотели доказать. Нам было известно, что 1 у нас не совместно. Ну, это, собственно, тренировка. Это, наверное, нам не понадобится. Но, так или иначе, 1 у нас было не совместно. Да. А... Нет, нет, нет. Как раз хорошо. Из этого мы вывели, что 2 не совместно. Вывели. Потому что, если 2 совместно, мы x1 вставили. Да. Отсюда мы можем вывести, что 2 противоречиво. Да, правильно. Это предположение индукции. Да. То есть мы можем вот эти снабдить коэффициентами. Да. И сделать из них 1 меньше или равно 0. Да. Но эти, на самом-то деле же, получались из этих... Мы тоже... С неотрицательными коэффициентами. Да. Поэтому, реально, в итоге мы получим коэффициенты... Исходные. Просто исход... Какие-то коэффициенты при исходных уравнениях. Ну, да. Кажется, все правильно. И получим противоречие. Значит, 1 противоречиво. Да. Да-да-да-да-да-да. Так что никакого... Действительно, ничего сложного. Ловкость трюк и никакого... Ну да. Тут вот ключевой момент понять, что вот эти вот границы, они... Их-1 просто вставляешь внутрь и все. Да. Вот это вот важно было. Да. И что это эквивалентность, а не следствие. Ну, вот такая вот... Да, значит... Ну, научно это называется элиминация квантеров. Реально. Ну, там вот этот трюк. Квантер существования по х1, у нас было утверждение, что существует х1, которое меньше чего-то и больше чего-то. И вот этот квантер можно, как говорят, логики элиминировать, заменив просто на то, что вот те, которых он больше, должны быть меньше либо равны тех, которые он меньше. И это будет утверждение, равносильное вот этому утверждению существования, но уже не содержащее самого этого квантера существования. Элиминация. Квантифайер элиминация. Элиминация because of one man. Because, because, because of one man. Помнишь? Да. Рок-оперу Jesus Christ Superstar. Да. Ну, прекрасно. Слушай, спасибо огромное, друзья. Видите, как интересно. Я... Ну, я не буду говорить, что я никогда это не видел. Наверное, когда-то видел. Ну, это самое простое доказательство теоремы фон Неймана о цене игры. Да. Там, на самом деле, как бы ровно это и доказывается, что если не существует стратегии для одного игрока, это означает, что некоторые системы линейных неравенств не имеют решения. А вот причина, по которой она не имеет решения, что их можно сложить. А то, с какими коэффициентами их складывать, это самое, это как раз будет решение, стратегия для другого игрока. Да, прекрасно. Но теории игры, это ты уж сам разбирайся с ними. Ну, да. Это очень здорово, да. Ну, в принципе, там классно. Классно. Ну, вот видите, вот у нас получилось такое введение небольшое в теоремы Геоделя о полноте и неполноте. Ну, еще раз, умоляю вас, не изучив полных формулировок, никогда не рассуждайте там пьяными, трезвыми, никогда. Вот, так сказать, такой запрет. Ну, это да, есть такой, есть такой кодекс вот математической рыцарской чести, да, что вот человек никогда не применяет утверждения математики, в которых он не понимает, в дискуссиях. Вот непосредственно их. Нет, ну, вполне честно сказать, что мы доказали что-то там с использованием гипотезы Риммана, не умея ее доказывать. Нет, нет, я имею в виду философские, философские, мы же только философские. В разговорах с философами надо ограничиться тем, что им понятно. Тем самым это уже заведомо должно быть понятно тебе самому. Поэтому надо говорить просто и доходчиво. Ну да, понятно. Есть такая история про Эль. Я могу сказать, что у меня тоже возникает некое, у меня внутреннее передергивание, когда мне даже вот, я сам, ну, ты сам знаешь, что я небольшой фанат какой-нибудь демократии, что-то такое. То есть теорему Эру, я бы мог ее использовать так, это было бы, может быть, удобно, я ее знаю, формулировку знаю, да? Да. Но я не использую, потому что мне кажется, что математическая ее формулировка, она все-таки достаточно далека от реалий. Ну, вообще, как бы так сказать, где имение, а где наводнение, да. Ну вот, да, и поэтому я не использую теорему Эру, как говорю, вот видите, говорю, вот. Может быть, какой-то высший смысл в этом всем есть, я имею в виду в теореме Эру и ее применение к реальной демократии, может быть и есть, но мне он неизвестен, вот так скажем. Вот, а в реальной ситуации, реальная ситуация, она, она как бы всегда сложена, запутана там и так далее. Нет, есть апокрифическая история про Эйлера, который, вот ты знаешь, когда Дидро якобы приехал. Эйлер якобы ему сказал, что вот что-то такое научное. Непонятно было это или нет, да, то есть в интернете нет следов того, что… Ну, это надо разбираться. Да, это вопрос открытый, нет, но то, что Эйлер был глубоко верующим человеком, вопрос абсолютно закрытый. Тогда иначе… Нет, 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 очень много было в это время уже таких, всяких там… Скажи, Бах вот писал, он сначала писал место для католической церкви, а потом выяснилось, что там как-то с зарплатой плохо, и он… Нет, были разные люди, кто после… При этом ему пришлось подписать целую такую бумагу, что он считает истинным там вот А, Б, С, и считает ложным Д и Ф, и это как-то он совершенно… Нет, но все равно никто не заставлял там никого раз в день встречаться там обязательно вечером в семье или на часовую молитву, нет, это чисто Эйлеровское свойство, все-таки здесь не отнимешь. Нет, но математики вообще немного не в себе, это верно. Математики, среди математиков, да, как мы отмечаем… Ну ладно, это уводит нас в сторону от темы, а тема, да, тема совершенно замечательная, и спасибо огромное, Саша. Ладно. Маткульт, привет, друзья!